Всем всем большой привет! Сегодня 15 января, понедельник, и я как всегда спешу на работу. Как всегда с утра уехать это было что-то просто невообразимое. На остановке куча народу, все маршрутки полные, забитые. Уезжать в понедельник на работу, это просто что-то с чем-то. Но мы с вами начинаем новый влог. Как я и сказала, уже давно я ничего не снимала, потому что в последнее время чего-то как-то... Нечего было снимать, вообще ничего интересного не происходило. Но я буду наверстывать упущенное, просто буду вам снимать о своей жизни. Вот, будет что-то интересное или нет, я не знаю. Посмотрим. Ну, в общем, просто буду снимать. Пока бегу на работу, ну а там дальше посмотрим. Хотела вам, кстати, показать свой новый чехол на телефон. Вот так он смотрится, мне очень понравился. И как видите, он хорошо подходит под цвет самого телефона. Ну, немножечко темнее. Также там были такие же варианты на и золотой айфон, и на серебристый. В общем, очень классный чехол. Сам по себе такой очень приятный на ощупь. Абсолютно не скользит в руках. Очень качественный чехол. На Алиэкспресс, кому интересно будет, пишите в комментариях. Оставлю ссылку. Очень быстро, кстати, чехол пришел. И вообще, в этот раз я заказала несколько чехольчиков. И все они оказались хорошего качества. Я всеми довольна. Вот этот, наверное, один из них, который мне понравился больше всего. Хотя, в общем-то, мне все понравились. И все оказались хорошего качества. Также там есть более ярких цветов, кому хочется. Вот такой вот чехол, по-моему, интересно смотрится. Вот этот йогурт, кстати, один из самых вкусных. Один из тех, который мне действительно очень нравится. И обожаю его кушать по утрам. Очень-очень вкусно. Попробуйте именно вот такой био-йогурт молочный «Слобода». Там они есть еще с различными вкусами. Но именно самый классный молочный. Ну, может быть, кому-то не понравится на вкус и цвет. Но мне очень-очень нравится. У нас так немножко подзамело. Выпал снег. До этого было мало снега. В этом году зима была не очень снежная. Сейчас вот так красиво на деревьях лежит снежок. Очень нравится, когда на ветках снежок. Вот. Я сейчас иду с работы по делам. Но я еще не закончила работать. А во время работы иду заправлять картридж. Относить там кое-какие документы по работе. Кстати, я безумно сильно хочу, чтобы побыстрее уже наступила весна. Вообще, напишите в комментариях, какое ваше любимое время года. У меня есть два любимых времени года. Первое – это осень. Но я люблю именно сентябрь, когда тепло. В общем, вот это время обожаю. И также я обожаю весну. Когда, знаете, природа просыпается после зимней спячки. Когда уже нет вот этой вот как бы слякоти, мокрого снега, растаявшего. Когда уже более тепло становится. Весенние такие ручейки. Весеннее солнышко. Вот просто какое-то мгновение такого обновления. Всегда как-то хочется жить всегда по-новому. В общем, весна – классное время. На самом деле я уже с нетерпением жду. Также еще на сайте SHEIN я заказала себе два новых пальтишка на весну. Надеюсь, то, что они придут и подойдут мне. Потом, конечно же, я видео буду вам показывать. Ну а так, пока пишите, какое ваше любимое время года. Снег очень сильный. Поэтому, то есть, снега очень много, вернее. Вот видите. Поэтому он просто ослепляет мне глаза. Ёлочки такие красивые. Давайте я вам немножко покажу. Как много снега у нас. И поэтому я даже решила пройтись. Не поехать на общественном транспорте, а пойти пешком. Потому что погода очень даже хорошая. Все, картридж я отдала. Теперь он будет готов где-то через полчаса. И у меня еще есть время, чтобы подождать. Но я решила не ждать. Решила отправиться дальше по делам. Также по работе нужно отнести документы. Вот, на организацию. Вот. Как я уже сказала, пойду пешком. Потому что погода хорошая. Вполне можно и пройтись. Смотрите. Вот такая подобная социальная реклама. Очень даже радует. Еще такой плакат. Прям жутковатый. Даже немного. У меня появился новый аромат от фирмы Burberry. 30 миллилитров. Чаще всего я беру именно такой объем. Как мне сказали консультанты в магазине. Я, по-моему, покупала в Ревгоше. Да, этот аромат я покупала в Ревгоше. Мне сказали, что это один из классических ароматов фирмы Burberry. Вот. И, в принципе, мне он понравился. По-моему, также я его покупала со скидкой. Вот так выглядит сам флакончик. Этот аромат, как мне показалось, отлично подходит на зиму. Он немножко даже такой, знаете, согревающий. В меру сладкий. В меру даже свежий. Такой, ну, довольно-таки хороший аромат. Он, конечно же, не выдающийся какой-то. Не оригинальный. Такой более простой. На каждый день. Но, не знаю. Мне понравился. Решила его приобрести. Напишите, если у вас был такой аромат и как он вам. Сейчас уже, как видите, вечер. Я иду в зоомагазин. Там уже меня ждет муж после работы. И мы сейчас пойдем покупать рыбок. Но не себе. А мы обещали купить рыбок племяннику мужа. Поэтому мы сейчас пойдем и выберем каких-нибудь ему рыбок для аквариума. Вот. Зоомагазин такой. Сейчас пойдем смотреть рыбок. Вот тут всякие разные попугайчики даже есть, кстати. А вот и здесь сами рыбки. Ну, они не особо, принципе. Но дело в том, что они пищные. А, тут куда они пищные. Что-то надо посмотреть, где только нет. Наверное, мы ему купим вот таких рыбок. Они такие живчие. Видите, они прям плывут за пальцем. Они в пакетике находятся, в стакане. Я сейчас нахожусь на работе. Пью кофе. Вот. Кушаю свой йогурт. И сегодня после работы я пойду на коррекцию и окрашивание бровей хной. К другому мастеру записалась. До этого я ходила к одному и тому же мастеру на окрашивание бровей. Но мне красили там обычной краской. Также коррекцию наделала очень хорошо. Но в этот раз решила пойти к другому мастеру. Потому что мне захотелось попробовать окрасить брови хной. И посмотреть вообще, какой будет результат. Как это? Потому что многие уже давно красят именно хной. Такое нововведение. Ну, вернее, оно уже не новое. Но вот я только решилась на это. Потом расскажу вам о своих впечатлениях. Вообще, есть ли разница от окрашивания обычной краской и так далее. Кстати, вот эта юбочка от H&M. Такая в клетку. Стала просто моей любимицей. Я ее просто обожаю. Очень она мне нравится. И часто ее ношу. Она еще такая мягкая, приятная на ощупь. Тепленькая. Как раз на зиму, может быть на осень. Тоже на холодное время года. И одна вот из моих тоже любимых кофточек. Она такая укороченная. Покупала я ее в Бершке. Тоже очень приятная. Вискоза здесь есть. Добавление. Обожаю ее. И в сочетании с этой юбкой тоже частенько ношу. Пришел мой заказик от Stradivarius. В таком пакете он приходит. И служба доставки. Это компания SPSR. Возможно, вы слышали. Может быть знакомый или нет. Здесь автобусный билет. Вот. И, в общем, многие спрашивали у меня, как долго идут вещи, если заказываешь на таких сайтах, как там Бершка, Stradivarius, Zara и так далее. Лично мне все приходит довольно-таки быстро. Вот смотрите, в пятницу я заказала и уже в среду с утра мне курьер все доставил. Вот. Довольно-таки быстро. Буквально где-то в течение пяти дней. Примерно. Плюс-минус. Но в зависимости от того, где вы живете. Если вы живете в центральной части России, то как раз именно за пять дней и придет. Если, конечно же, вы живете, например, на Дальнем Востоке или еще где-то, то доставка будет чуть больше. Но, тем не менее, все равно достаточно быстро. Вот тут пришла кошечка Мишка. Многие тоже спрашивали, как у нее дела. Вот она у нас уже такая большая. Первая рубашка выглядит вот таким образом. В полосочку. Кстати, полоска в будущем сезоне в тренде, можно так сказать. В таких пастельных оттенках. Не знаю, мне, в принципе, понравилось. Мне как раз-таки не хватало в гардеробе рубашек. Выполнены они из вискозы, точно так же, как и вторая. И вот вторая тоже в полоску, но уже красного цвета. И здесь рукава более укорочены. Они не три четверти, но такие более короткие. Интересная такая длина рукава. Сзади просто вот так сделана, с небольшими сборочками. Прикольные рубашки. Мне не понравились. Качество довольно-таки неплохое. Сделаны из стопроцентной вискозы. Мне, в принципе, нравятся вещи из вискозы. Они очень приятные к телу. В них приятно находиться. Единственное, что, конечно, вещи из вискозы, они довольно-таки сильно мнутся. Это, в принципе, такой единственный минус. Но меня он, скажем так, не особо смущает. Сижу с намазанными бровями. Жду результат. Как сказал мастер, хну на бровях. Нужно держать минут 20. Так что придется посидеть, подождать. Все, уже сделали коррекцию. Я уже выхожу. Брови получились довольно-таки яркие. Здесь еще немножко красные, потому что их выщипывали. Вот чуть позже скажу свое мнение. В общем, иду домой. Сейчас еще, может быть, зайду в магазин. И все. В общем, что могу сказать из рекомендации мастера. Вообще она сказала, что на самом деле хна действительно держится дольше на бровях, чем краски для бровей. Даже та самая очень стойкая краска рефлектоцил. Что хна все равно держится дольше, даже чем эта краска. Просто главное правильно ухаживать за бровями, которые окрашены именно хной. Как она сказала, то, что просто многие неправильно ухаживают, поэтому у них держится не так долго. То есть первое время ни в коем случае нельзя мочить брови. То есть первый день нужно как-то обходить зону бровей стороной при умывании. Ну и потом тоже стараться меньше попадать водой. Также, если вы идете в баню или сауну, или просто паритесь в ванне долго, то брови лучше намазать каким-то маслом. Таким образом брови будут долго оставаться яркие, долго будет держаться свет. До месяца где-то, может даже и больше. То есть, как она сказала, главное правильно ухаживать. Ну, посмотрим. На самом деле форма мне очень даже нравится, которая получилась. Но единственное, что цвет довольно-таки яркий, но не знаю. Я уже дома, и да, брови действительно получились вот такие яркие. Но на самом деле на видео они кажутся еще ярче, чем в жизни. Но на видео они все-таки кажутся еще ярче, чем они есть в жизни. Поэтому мне пугать, и в жизни они более светлые. Наверное, все-таки мне форма, сейчас я уже присмотрелась, и форма не совсем, наверное, такая, как бы мне хотелось. И та форма, которую мне делала мастер, в которой я ходила до этого, наверное, все-таки была лучше. Поэтому, как говорится, если вам нравится какой-то мастер, лучше уже не экспериментировать и никому другому не ходить, а ходить к тому человеку, который вам понравился и как делает. Вот. Но мне просто хотелось попробовать именно покрасить брови хной. В общем, я попробовала, посмотрим, как это все продержится. В любом случае, я не переживаю, потому что, ну, это просто покраска. И в любом случае, вот эта яркость, она рано или поздно, она смоется. В принципе, ничего ужасного. Сама коррекция, ну, как бы хорошо. То есть, все, она выщипала, все лишнее. Но просто форму, может быть, можно было что-то и по-другому сделать. В общем, даже не знаю. Сегодня, кстати, сделала вот такой макияж. Не знаю, видно вам лифт в зеркале в лифте. Сегодня на ужин я приготовила вот такую вареную картошку. Нужно будет потом еще посыпать ее зеленью. И также запекла горбушу в духовке. Получилось очень аппетитно, сочно. Я добавляла немножко воды, соевого соуса, чтобы горбуша получилась более сочная. С помидорами и сыром. А сегодня я буду запекать курицу. Вот уже подготовила ее. Она у меня смазана в таком сырном соусе. Сверху кунжут, а также чесноком я ее натерла. И сейчас отправлю в духовку, и получится очень вкусное. Обожаю вот такие вот куриные карачка именно в духовке делать. Вот это получилась вот такая румяная курочка, сочная. Сегодня мы уже приготовила спагетти со сливочным соусом, с креветками. Получилось вот так. Я уже, кстати, попробовала. Очень-очень вкусно. Сегодня утро субботы. Я сижу, плю кофе. И просматриваю различных блогеров. Разные видео смотрю на ютубе. И заодно хотела вам сказать, хотя, возможно, вы, конечно же, уже слышали от других блогеров. Но также я вам скажу, конечно, на примере своего канала я не могу показать, поскольку сама на себя я подписана не могу быть, поэтому показываю на примере другого канала. Чтобы получать уведомления о каждом моем видео или о каждом видео любимого другого блогера, вам нужно нажать вот на такой колокольчик, на такой значок, и таким образом вы будете постоянно получать уведомления. Поэтому, если вы не хотите пропускать мои новые видео, то нажмите на такой же колокольчик и у меня под видео. Буду очень вам благодарна. Ну вот и все. Теперь уже точно. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.